Раньше в Ульяновске было более 200 специализированных клубов для пенсионеров, рассказывает Людмила Бабунова. Сейчас часть этих творческих кружков удалось объединить в полноценные автономные центры. Работать с пожилыми жителями города стали на более высоком уровне, привлекают тренеров и педагогов. На уровень выше стали не только кружки самодеятельности, но и спортивные секции для пенсионеров. Благодаря такой планомерной работе пожилым жителям Ульяновска удалось хорошо выступить на областных дельфийских играх для граждан старшего поколения. Теперь, рассказывает Людмила, с радостью делимся этим опытом с другими общественными организациями городов по Волжье и черпаем что-то новое для себя. Как раз для этого делегация из Ульяновска приехала на семинар «Пенсионерам быть, активно жить», который прошел в Самаре. Самара – самый, наверное, ранний город, который вот так повернулся к ветеранам, создал свой дворец, объединил все НКО, которые работают с пожилыми людьми. И приехали поделиться, как это у нас в городе организована эта работа. Во время докладов на семинаре участники рассказали о самых разных практиках. Например, объединение из Тольятти представило свой опыт проведения Всероссийской спартакиады пенсионеров. Однако Самарский дворец ветеранов уже более 20 лет остается одним из родоначальников многих тенденций, которые затем подхватывают другие города, не только по Волжье. Одна из самых перспективных программ, о которой шла речь на встрече, называется «Активное долголетие». Эту систему разрабатывали сотрудники Дворца ветеранов, и она успешно действует на протяжении многих лет при содействии администрации Самары. Программу реализуют на базе в том числе различных творческих объединений. Их во Дворце ветеранов сейчас 28. Также для пенсионеров города проводят специальные курсы, которые помогают пожилым жителям Самары идти в ногу со временем, отметила Ольга Баранова, директор учреждения. Компьютерные курсы, образовательные курсы с телефоном на «ты», объединение, в основе которой ментальная арифметика для развития внимания, памяти. Вот такая возможность у нас тоже и вот, наверное, одна из таких инновационных моментов. Тем более, что все мы это делаем в течение длительного времени. Часть семинаров по обмене опытом также касалась работы волонтеров серебряного возраста. Несмотря на то, что добровольцы этой организации и пенсионеры, благодаря своей активной позиции, они успевают привнести значительный вклад. Они сами заботятся о себе и не только о себе. Они передают свой опыт подрастающему поколению. Они активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи. Они сейчас проявляют заботу в том числе и о наших участниках специальной военной операции на Украине. Вот этот опыт мы тоже сегодня здесь услышим. Семинар «Пенсионерам. Быть. Активно. Жить» проходит в городах по Волжье уже более десяти лет. Каждые два-три года. За это время Самара дважды принимала участников конференции в стенах Дворца ветеранов. Михаил Ермоленко, Григорий Прешаков. События.